В Китае приговорили к смертной казни гражданина Канады. Арестованный по делу о наркоторговле гражданин Канады Ллойд Шелленберг осужден в Китае к смертной казни. В Китае арестован по делу о наркоторговле гражданин Канады Ллойд Шелленберг приговорен к смертной казни. Народный суд средней степени Далиня, северо-восточная провинция Ленин, сообщил об этом в понедельник, 14 января, на своем сайте. Указано, что подсудимый признан виновным в контрабанде более 220 кг метамфетамина. Суд также постановил конфисковать в пользу государства все его имущества. Шелленберг признан виновным в противозаконной международной торговле наркотиками в составе организованной преступной группы. В ходе процесса суд обеспечил ему право на адвоката и переводчика при подаче апелляции. Перед началом заседания суд, согласно правилам, сообщил посольство Канады, предоставив возможность представителю дипломатической миссии присутствовать на слушаниях. Оглашение приговора проходило при участии общественности, китайских и иностранных журналистов, говорится в сообщении суда. Известно, что, согласно первоначальному решению суда, вынесенному в прошлом месяце, канадец был приговорен к 15 годам лишения свободы. В то же время повторное слушание было проведено после появления новых доказательств, отягчающих вину Шелленберга. При этом он стал первым за последние 9 лет иностранцем, осужденным к смертной казни в Китае. Согласно законодательству КНР, лицам, занимающимся производством, продажей и транспортировкой наркотиков весом более 50 граммов, грозит высшая мера наказания. Ранее в Китае казнили мужчину сбившего толпу детей. Также сообщалось, что в Китае чиновника приговорили к казни за взятки в 31 миллионов. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPSTMicRespondent.net по материалам сайта NewsGro.com. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok